Здравствуйте! Рад приветствовать вас на моем канале. Сегодня мы поговорим о защите сада. Скоро весна и нужно иметь под рукой тот списочек, чем мы будем обрабатывать сад. С чего мы начинаем? Во-первых, мы начинаем с обрезки сада весной. Обрезав сад, замазав все срезы, а я часто рекомендую замазывать срезы именно концентрированной бородовской смесью, другими словами, смесью извести с медным купоросом, потому что она обеззараживает срезы, проникая в древесину и не дает прорастать спором болезней. Дальше, после того, как мы обрезали сад, мы начинаем обрабатывать деревья. Первый раз по литературе принято обработать 3% бородовской смесью, потом 2%, потом 1%. Я же вам советую сделать, если вы хотите обработать до 20 марта, обрабатывайте спокойно 3% бородовской смесью. Если вы обрабатываете уже после 20-25 марта, когда чуть-чуть просыпаются или надуваются почки, к примеру, на том же абрикосе, то применяем 2% бородовскую смесь. В первом и втором случае извести нужно давать в 2 раза больше, желательно в 3, нежели написано на инструкции. Если на инструкции написано, что 2% раствор это 200 грамм медного купороса и 400 грамм извести, я рекомендую ставить 800 грамм извести на эти же 200 грамм медного купороса. Для чего это нужно? Во-первых, мы всегда используем гашеную известь, будь то пасту, будь то пушонку, и при взаимодействии с медным купоросом известь должна полностью его погасить, то есть нейтрализовать, чтобы он не был более активным. Как это проверить? Обычно берется новый гвоздик железный и держится там секунд 10-20 в готовом растворе, и он должен не поменять цвет. Если же он темнеет, там буреет, то значит известь не погасила медный. 2% раствор, кстати, я рекомендую использовать всего 1 раз бородовскую смесь в марте месяце. Я обычно говорю, что перед зимой в ноябре и в марте месяце. Вы экономите свое время, то есть вместо 3 обработок вы делаете всего 1 обработку, но с усиленным содержанием извести. Для чего это все придумал для вас? Для того, что когда много извести, эффект дольше, она дольше, сохраняется на деревьях до 2 месяцев и защищает как бы на долгий срок, эффект дольше. Можно избавиться от таких болезней, как курчавость, манилиоз, первая стадия парши и так далее. Многие болезни, она просто нейтрализует, они не просыпаются. Далее, это все нужно делать до распускания почек. Еще скажу один нюанс, что большее количество извести не вредит молодым саженцам, деревьям, и даже медный купорос в таком количестве 2% тоже не вредит, с одним учетом, что извести вы будете применять, как я и сказал. Второй вопрос. Меня часто спрашивали и говорили, что у вас оприскователи забиваются, то есть плохо процедили и забивается оприскователь. Если вы не хотите этим заморачиваться, для этого есть мечсодержащие препараты, такие как Blue Bordeaux, Home, Media, Extra и так далее. Если берем такой препарат, как Blue Bordeaux, к примеру, пакетик на 5-6 литров воды, в ранний весенний период можно применять двойную дозу. Чем отличаются мечсодержащие препараты от бордовской смеси? Ну, тем, что бордовская смесь дольше сохраняется и имеет дольше эффект. А мечсодержащие препараты не забивают оприскователь, но и легко смываются водой. Нужно чаще обрабатывать, поэтому рекомендуют их использовать прямо перед цветением, чтобы был более короткий срок и не успела смыться, скажем так, дождем и была защита. Далее, мы закончили обработку перед распусканием почек мечсодержащими препаратами. Когда сад отсвел, мы переходим к химии, то есть к химпрепаратам. Химпрепараты, к примеру, я беру так, что мы обрабатываем, когда все культуры отсвели, а яблоня и груша вот-вот распускаются. Нужно обработать хорус плюс актара. Это будет как бы вторая обработка. В этот период еще и просыпается такой жук, Оленка, называется Аленка. Вы ее часто видите на дуванчиках. Она очень сильно выедает все бутоны, не успев они раскрыться. Поэтому я рекомендую после мечсодержащих препаратов обработать хорус с актарой. После того, когда уже в мае весь сад отсвел, мы подходим к третьей обработке. Третья обработка, она заключается в том, что просыпаются еще и клещи, и на таких деревьях, как груша, начинает груша заражаться ржавчиной. Важно применять в качестве основного компонента скор. Скор от болезни ржавчины груши, скор идет от парши, скор идет от курчавости. А к нему мы подключаем актелик, вертимек, также можно провантомальт. Это в основном от клещей. Тот же актелик, кстати, прекрасно борется и с льей. Значит, в смеси этих двух препаратов, скор плюс актелик, мы обрабатываем сад после его цветения. Сразу же, где-то спустя 5-7 дней. Полностью, без разницы, все культуры. Можно декоративные, хвойные, все поподряд. Если у вас холодный май, опять же повторю, что если утром и вечером до 15, добавляем еще и хорус. Потому что вот в прошлом году многие жаловались, что скор не работал. На самом деле это было просто холодно. Скор работает, но при своей температуре, а хорус при своей. И, к примеру, я применил хорус плюс скор плюс актелик, обработал весь сад, у меня груша была чистая, у соседа была вся рыжая. Почему? Потому что скор не подействовал из-за температуры. Поэтому будьте внимательны, какая у вас погода. Чтобы вас не путать, сделаем так. Первая обработка бордовской смесью до распускания почек или любым мечсодержащим препаратом, будь то блю бордо. Вторая обработка, когда груша и яблоня с бутонами, мы берем хорус и актара. Третья обработка, когда столько отцвел сад, мы берем хорус скор актелик. Запомнили? Три обработки. Обкладываем это. Дальше у нас середина мая. В середине мая вы можете повторить этим же, то есть скор и актелик. Также актелик борется еще с вишневой мухой. Если у кого есть червачки, вишни, черешни. И сейчас я вам расскажу, чем можно заменить. К примеру, тот же скор, если у вас его нет, или чтобы часто не использовать его, его можно заменить магникур сенсейшн. Тот же актелик можно заменить прованто мальт. А ту же актару или энжева можно заменить прованто макс. Можно, в принципе, и прованто вернал использовать. По фунгицидам еще с мая месяца мы будем использовать, к примеру, тот же топаз от мущественной росы, а его можно заменить магникур старым. Тот же свитч от плодовых гнилей можно заменить магникур гардом. И тот же магникур сенсейшн. Он тоже, в принципе, от маниллеза, от плодовых гнилей. Но, чтобы об этом много информации вам не давать, давайте запомним всего три ближайших обработки. Повторюсь, это бордовская смесь до распускания почек и лучше делать ближе к концу марта 2% раствором, но удвоенным содержанием извести. Или, если вы не хотите заморачиваться бордовской смесью, тогда используйте тот же блю бордо. Дальше. Когда бутоны, я повторяюсь, когда бутоны в яблоне хорус плюс актара, и когда полностью весь сад отсветет, берем скор и актелик. Все. Желаю вам удачи. Вы уходите за своим садом. Всего вам хорошего, счастья и добра. С вами был Виталий Орех. До свидания. Подписывайтесь на мой канал.